Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 31 мая, последний день этого месяца и давайте посмотрим, с чем мы подошли к текущей ситуации и что на текущий момент есть интересного на рынке. Начнем с пары евро-долларов. По паре евро-долларов вчера мы видели в первой половине торговой сессии уход ниже отметки 1.11959, что в свою очередь подтверждало начало нисходящей тенденции. Но к концу второй половины уже торговой сессии вернулись обратно в область 1.11995. Но на текущий момент ближайший уровень в области 1.11995, как раз те локальные максимумы, где мы торговались вчера, максимум 29 мая пока, этот уровень еще устоял. И для того, чтобы говорить вновь о покупках по данной паре и о следующей цели в движении в область 1.11900, нам необходимо увидеть закрепление пары евро-доллар выше отметки 1.11995. Пара британский фунт, американский доллар после вчерашних движений, также мы видим, что закрылись выше открытия. То есть вторую половину торговой сессии британский фунт торговался выше, доходили до локальных максимумов за последние две торговые сессии в области 1.2886. Локальный минимум обновить не смогли. Напомню, вчера был уход выше максимума 29 мая. Поэтому здесь мы получаем один из примеров сигналов, которые могут появляться на краткосрочном таймфрейме, которые нам могут говорить о завершении краткосрочной коррекции по паре британский фунт и, вполне вероятно, начало движения восходящего. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара уйдет ниже отметки 1.2774. Именно там имеет смысл рассматривать установку уровня стоп-лосс именно по данной области. Соответственно, ближайшая цель движения это 1.2886, обновление локального максимума. Следующая цель среднесрочная уже движение в область 1.30 по данной паре. Но еще раз отмечу то, что если пара уходит ниже отметки 1.2771, то вероятность нисходящего движения по паре британский фунт и американский доллар становится более вероятна. Пара австралийский доллар, американский доллар, вторую половину торговой сессии вчера торговались выше открытия, что в свою очередь нам говорит о краткосрочном восходящем движении по данной паре. И пока о тех целях, о которых мы говорили ранее, движение в область 0.73, пока нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Потому что сейчас вполне вероятно движение следующее уже в область 0.75, что в свою очередь может отменить сценарий на ослабление австралийского доллара. Соответственно, здесь один из ключевых уровней, за которым мы будем следить. Это область 0.7415. Если пара уходит ниже данного значения, то тогда уже вероятно продолжение нисходящего движения в область 0.73. Но пока вчера мы видели закрепление выше отметки 0.7450. Это максимум, который был зафиксирован 29 мая. И в свою очередь данная формация говорит о краткосрочном восходящем движении по данной паре. И это важно иметь в виду. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Постепенно снижаемся в область 0.11021. Но здесь важно отметить среднесрочный уровень. Находится пока в области 0.112.12. Краткосрочный уровень мы можем отметить в области максимума 29 мая. Значение 111.51. Планомерно пара американский доллар и японская иена находится в снижении. Американский доллар и канадский доллар. Вчера мы видели закрепление выше максимума 29 мая. Это уровень 1.3468. Сегодня с утра торгуемся чуть ниже. Но на текущий момент краткосрочная тенденция остается на укреплении. По крайней мере до тех пор, пока пара находится выше отметки 1.3426. Уходь ниже данного значения уже возвращает нас к продажам краткосрочным по данной паре. И напомню, что среднесрочная продажа по данной паре остается актуальной до преодоления отметки 1.3542. Пара евро-фунт также продолжает свое восходящее движение. По данному инструменту сегодня мы видим уже движение по направлению вверх. Вчера также закрылись выше открытия, что пока говорит о силе покупателей по данному инструменту. И движение в область 0.8750 становится более актуально. На текущий момент уровень среднесрочный разворотный по данному активу находится в области 0.8602. В случае обновления локального максимума 0.8750, который был 26 мая, мы сможем переместить данное значение уже за минимум, который был зафиксирован вчера. По индексу DAX мы видим, фактически это можно назвать движением в диапазоне, но на текущий момент тенденция на ослабление краткосрочное остается в приоритете. По крайней мере до тех пор, пока не будет преодолен уровень максимума 25 мая, значение 12712. И также важно отслеживать уровни уже краткосрочные, такие как максимум, к примеру, 30 мая, то есть тот, который был зафиксирован вчера, это значение 12649. Ну и, соответственно, следующий уход ниже отметки 12563, это минимум 30 мая, уже дает предпосылки на дальнейшее движение в сторону снижения индекса DAX, именно в область уже локальных минимумов. Золото на текущий момент мы видим, начало краткосрочного коррекционного движения. Вчера ушли ниже отметки 12065 долларов за тройскую унцию, и на текущий момент актив находится в коррекции. Поэтому сейчас по данному инструменту мы отслеживаем коррекционное движение, и среднесрочный уровень по данному активу находится в области 1252 доллара за тройскую унцию. Соответственно, следующий уход выше отметки 1270 долларов за тройскую унцию уже сможет нам сказать о продолжении восходящего движения по золоту. Нефть марки Brent на текущий момент также остается в нисходящем коррекционном движении, пока не смогли закрепиться выше локальных максимумов в области 52.35. Вчера вторая полная торговая сессия скорректировалась, закрылись ниже открытия, и сегодня с утра нефть также находится в падении. Дальше будет уже более интересно отслеживать локальные минимумы в области 51.15, минимум, который был вчера. То есть, если актив уходит ниже данного значения, то, вероятно, следующий импульс уже на снижение по нефтемарке Brent мы сможем увидеть. В свою очередь, если пара сегодня, либо в ближайшие несколько торговых сессий сможет закрепиться выше 52.40, выше данного уровня, то тогда мы сможем говорить о продолжении восходящей тенденции по данному активу. Ну и индекс доллара вчера также второй полной торговой сессии корректировался, но не ушли ниже значимого среднесрочного уровня в области 96.95. Поэтому на текущий момент тенденция остается на укрепление в приоритете, так как был уход выше максимумов 24 мая, выше отметки 97.35. На текущий момент краткосрочно мы корректируемся, но среднесрочная тенденция остается на укрепление. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Увидимся на следующих обзорах. Продолжение следует...